12 февраля исполнилось два года с момента подписания Минска-2. Этот документ должен был заставить стороны конфликта на Донбассе выполнять так называемый Минск-1, договоренности которой были в сентябре 2014 года. Предусматривалось, что Минск-2 сможет полностью урегулировать ситуацию до конца 2015 года, однако ни один из 13 пунктов полностью так и не выполнен. Прекращение огня и отвод оружия произошел лишь частично. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно объявляла режим тишины, но обстрелы со стороны боевиков продолжаются. Андрей Золотарев, добрый вечер. Андрей, вы нас слышите? Да, 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 я слышу. Андрей, мы хотели бы пообщаться с вами на такую тему. Вот 12 февраля исполнилось два года с момента подписания Минска-2. По вашему мнению, насколько результативным были эти два года и сейчас имеет ли смысл рассматривать какие-то альтернативы Минску? Ну, с точки зрения интересов Украины, две вещи, которые принес Минск. Он не допустил эсталации боевых действий в полномасштабную войну и дал относительную передышку Украине для приведения в порядок вооруженных сил, экономических реформ. Ну, отдельная тема, как это время было использовано, но время было выиграно. Это факт. А вот что дальше? Дальше, очевидно, ситуация такова, что исполнять Минские договоренности совершенно ясно, что сегодня не у президента Порошенко, который ездил в Минск, нет такого политического ресурса для того, чтобы эти договоренности реализовать. Попытка продвинуться в плане реализации обернулась трагическими событиями, вы помните, под стенами Верховной Рады, с бросанием гранат и так далее. И отказаться не можем, поскольку к Минским соглашениям привязаны санкции в отношении Российской Федерации. И исполнять Минские соглашения тоже не можем. И на фоне улучшающейся внешнеполитической конъюнктуры все это приводит к тому, что, выражаясь по-футбольному, просто тянем время и пытаемся заморозить ситуацию. А вот что касается альтернативы в Минску, ну, пока никто не смог сформулировать какую-то гнятную альтернативу Минским соглашениям. А в этой ситуации наихудшее – это отсутствие стратегии. Что дальше? Мы реинтегрируем Донбасс или мы от него отказываемся? Вот эти вопросы, они сегодня витают в киевском политику. Ну, а и по вашему мнению, все-таки ответами на эти вопросы уже кто-то располагает? И по вашему мнению, какими могут быть эти ответы? Ответ очень простой. Либо Украина все-таки определится со стратегией и сделает, может быть, очень болезненный и тяжелый выбор, либо этот выбор сделают за нее. И тогда Украина окажется не за столом, а или под столом, или на столе. Вот это были бы самые трагические варианты для Украины. Андрей, как вы гадаете, сейчас много кто начинал говорить о том, что возможно подписание Минску-3, особенно после загрязнения в Авдіївке, после обстрела Авдіївки бойовиками. Вы, как вы гадаете, так это возможно или нет? Ну, пока это была возможность выглядеть гипотетически. В таком случае, никто из тех политиков, которые делали ставку на Минские соглашения, имеют даже канцлер Меркель, мы ее политически подставляем. Выборы впереди, а провал Минска, если встает вопрос о Минске-3, возникает вопрос, что же случилось с Минском-2. Это будет выглядеть как политический провал Ангелы Меркель. Я думаю, в ближайшие несколько месяцев, да, такие предположения могут высказываться, но до практической реализации, скорее всего, не дойдет. Андрей, ну а вот по вашему мнению, все-таки, возможно ли сейчас изменение формата переговоров и привлечение, возможно, других стран? Или, ну, какая альтернатива Минским сейчас есть у Украины? Такая возможность была, когда поднимался вопрос о включении в нормандский формат Соединенных Штатов Америки. Но с оглядкой на позицию администрации Трампа понимаешь, что такая возможность упущена. И непонятен теперь, ну, ребром стоит вопрос там большого договора Соединенных Штатов и России. И вы сказали, что украина будет просто рассматриваться в контексте этого договора. Вот это тот вариант, когда я говорю, что мы окажемся либо под столом, либо на столе. Андрей, вы сказали про то, что была возможность долучить Соединенные Штаты Америки, так, до обговорения, но не долучили. А эта возможность, вона еще в этом году остается, или нет? Ну, это возможно, что все-таки доедается, что это в нормандском формате, что это в каком-то другом? Эта возможность становится призрачной и эсмерной, с учетом тех позиций, которые высказывают ключевые фигуры в администрации Трампа. Может случиться чудо, я допускаю, иногда в жизни есть место и чудесам, но пока, увы, администрация Трампа не высказывает никаких позиций, которые могли быть как-то истолкованы, что она готова будет включиться более активно в администрации. Скорее всего, этого не будет. Андрей, ну и хотелось бы еще одну тему с вами обсудить. Сейчас очень активно в интернете пользователи соцсетей говорят о том, что и в оккупированном Луганске, и в оккупированном Донецке очень активно развивается тема того, что наступают украинские военные, будут отбивать Луганск и Донецк. Вот по вашему мнению, насколько это сейчас возможно и для чего распространяется эта информация боевиками, потому что других СМИ-то там по большому счету и нет. Почему развивается эта тема и действительно ли это возможно сейчас? Образ врага и образ накачивания угрозы относительно того, что враг не спит, враг готовится, враг нападет в любой момент, всегда для любой власти это универсальный инструмент решения внутриполитических проблем. и снятие любых вопросов относительно эффективности своей власти. Я думаю, администрации самопровозглашенных республик, федератистских образований, они вполне будут такой возможностью пользоваться. Пока не идет никакой речи о повторении операции Буря, так называемый хорватский вариант, когда Хорватия реинтегрировалась в Ербскую Украину с помощью вооруженных сил, и все это произошло за четыре дня. Андрей, дякую вам за то, что доучилось до нашего прямого эфира. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Андреем Золотаревым, политическим экспертом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова